Лев и лисица Зеркало и обезьяна Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой, смотри-ка, говорит, кум милый мой, что это там за рожа? Да, какие у нее ужимки и прыжки, я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть было похоже, а ведь, признайся, есть из кумушка моих таких кривляк пять-шесть, я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Лисица и виноград Лебедь, щука и рак Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу, пока же бы для них казалось легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. Слон и моська По улицам слона водили. Как видно на показ, известно, что слоны в диковинку у нас, так за слоном толпы зевак ходили. От Коли не возьмись навстречу моська им, увидевшись слона, ну на него метаться, и ларить, и визжать, и раться, но так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит, тебе ль слоном возиться, смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед, и лая твоего совсем не примечает. Ха-ха, и моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забьяки. Пускай же говорят собаки, ай, моська, значит, она сильна, что лоит, меслона. Мартышка и очки. Мартышка к старости слаба глазами стала, А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себя она достала, Вертит очками так и сяк, То к теме их прижмет, То их на хвост нанижет, То их понюхает, То их полижет. Очки не действуют никак. Тьфу, пропасть, говорит она, И тот дурак, Кто слушает людских всех враг. Все прачки лишь мне налгали, А проку на волос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, А камень так хватило их, Что только брызги засверкали. К несчастью тоже бывает у людей, Как не полезна вещь, Цены не зная ей, Невежда про нее свой толк Все к худу клонит, А ежели невежда познать ней, Так он ее еще и гонит. Стрекоза и муравей Попрыгунья стрекоза Лето красное пропело, Оглянуться не успело, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, Нет уж дней тех светлых боли, Как под каждым ей листком Был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодный, Нужда голод настает, Стрекоза уж не поет, И кому же в ум пойдет На желудок пить голодный? Злой тоской удручена, К муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, Дай ты мне собраться с силой, И до вешних только дней прокорми И обогрей. Кумушка, мне странно это, Доработала ли ты в лето, Говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было, В мягких муравах у нас Песни резвость всякий час, Так что голову вскружила. А, так ты, Я без души лето целое все пела. Ты все пела, Ты все пела, Это дело, Так поди же попляши. Ворона и лисица Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, Вредна. Но только все не впрок, И в сердце льстец Всегда отыщет уголок. В вороне где-то Бог послал кусочек сыру, На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да позадумалась, А сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала, Вдруг сырный дух Лису остановил. Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил, Плутовка к дереву на цыпочках подходит, Вертит хвостом, С вороны глаз не сводит И говорит так сладко, Чуть дыша. Головушка, Как хороша! Ну что за шейка, Что за глазки? Рассказывает так право сказки, Какие перышки, Какой носок! И верно, Ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, Что ежели сестрица при красоте такой, И петь ты мастерица, Ведь ты б у нас была Царь-птица. Вещунина с похвал Вскружилась голова, От радости в забу дыхание сперла, И на приветливо лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло, Сыр выпал, С ним была плутовка такова. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,